Одна из стран, которая сейчас находится под прицелом исламского государства, это Ливия. На этой неделе террористы атаковали КПП в городе Адждаби на северо-востоке страны. Убиты два солдата, еще 15 числятся пропавшими без вести. Тем временем ливийские власти продолжают репрессировать членов семьи убитого Муаммара Каддафи. На минувшей неделе был приговорен к смерти один из его сыновей Сейф Алислам. Сегодня же в интернете появилось видео, на котором другого сына Саади пытают в тюрьме. О том, кто и зачем это делает, в репортаже Александра Балицкого. После появления в интернете 10-минутного ролика, в котором предположительно охраняющие в Триполе тюрьму боевики группировки «Рассвет Ливии» избивают предположительно сына Муаммара Каддафи Саади, ливийская прокуратура начала расследование и обещала наказать участников экзекуции, если подлинность записи подтвердится. Впрочем, учитывая царящие в стране нравы, это заявление генпрокурора многие назвали не более чем игрой в демократию, от которой после свержения режима Каддафи Ливия стала ещё дальше. Мужчину в зелёном спортивном костюме, действительно похожего на Саади Каддафи, на видео сначала допрашивают, надев на глаза чёрную повязку. Но чтобы пленник стал более сговорчивым, периодически открывают дверь в соседнюю комнату, где сбивают другого заключённого. Назови имена, назови. Ты разве не знаешь Али Тукейма? Да-да, я знаю его. Сам процесс сначала в кадр не попадает. Специалисты-арабисты утверждают, что в чём-то избиение похоже на постановку. Ясно, что Саади хотят запугать, для чего в какой-то момент повязку с него снимают и заставляют смотреть на издевательство. Смотри, этот во всём признался. Не добившись, по всей видимости, желаемого, охранники принимаются и за самого Саади. Вернув на место повязку и пару раз ударив по лицу, сына ливийского диктатора привязывают и, что уже точно не постановка, бьют палкой по ногам. Лечь на спину, вытянуть ноги. Ты должен назвать нам имена. Называй, ты их знаешь. Во время экзекуции, до этого сохранявший спокойствие, Каддафи-младший кричит. Специальное приспособление для ударов по пяткам в виде деревянного шеста и натянутой вдоль него верёвки – это фалака. Традиционное для мусульманского Ближнего Востока и Северной Африки. Оно известно ещё с 10 века. Применялось для пыток и в Иране, и в Османской империи. И, как видно, в современной Ливии в этом смысле с тех пор ничего не изменилось. Видеокадры, на которых избивают заключённых, вызывают серьёзные опасения по поводу используемых для допроса методов. Выразив озабоченность кадрами, международные правозащитники как-то не слишком спешили с подобными заявлениями. Никогда 4 года назад коалиция НАТО наносила по Ливии авиаудары. Никогда при попытке вырваться из окружения, Муаммар Каддафи был схвачен и варварски убит толпой близ родного сирта. Третий из семи сыновей лидера ливийской революции Саади попал в тюрьму в прошлом году, когда Нигер, где он пытался укрыться после падения режима отца, вернул его на родину. Руководство Ливии гарантировало вообще-то справедливый суд. Предъявив бывшему полковнику ливийской армии, бизнесмену и футболисту, Саади пару раз играл за итальянские команды Перуджу и Удинезе, а вот выдающимся политикам так и не стал. Сразу несколько обвинений в коррупции и в убийстве футбольного игрока, в бытность головой Ливийской Федерации Футбола. Сейчас Саади Каддафи под следствием, но каким будет приговор, можно не сомневаться. Его старшего брата Сейфа Алислама неделю назад суд Триполи приговорил к смертной казни. Приговор вынесли заочно, потому что сам Сейф Алислам находится в другой части страны. У повстанцев. Те считают его своим пленником, наотрез отказываясь выдавать официальным властям. Впрочем, кого этими властями считать, когда после свержения режима Каддафи страна погрузилась в хаос двоевластия. С одной стороны избранный на всеобщих выборах парламент, заседающий в городе Табрук во главе с премьером Ат-Тани, с другой про исламистский всеобщий конгресс, заседающий в Триполи с избранным им премьер-министром Аль-Хаси. При этом многие районы вообще контролируются вооруженными группировками и боевиками исламского государства, которых Каддафи-старший когда-то держал в ежовых рукавицах. Но потом был назначен Западом тираном и уничтожен вместе со всей страной. Александр Балицкий, Вести.